Сильные новости узнали у психолога, как правильно объяснить ребенку правила безопасности. Кого в Беларуси будут лишать гражданства? А Лукашенко рассказал, когда в деревнях появится скоростной интернет. 10 июля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Сильные новости узнали у психолога, как правильно объяснить ребенку правила безопасности. Это очень актуально в связи с летними приключениями. Бонус – полезная памятка для детей, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Даже самый бдительный родитель не всегда может проследить, где проводит время ребенок. Особенно летом, когда многие мальчики и девочки предоставлены сами себе и ищут приключения в городе или за городом. Дабы дети не попали в беду, с ними с ранних лет стоит обсуждать правила поведения. Как? Доходчиво и понятно объяснить своему чаду, почему нельзя идти купаться одному или чем чревато гуляния по лесу, но при этом не напугать и не сотворить в неокрепшем уме картинку страшного мира, где на каждом шагу ребенка поджидают маньяки, бабайки, злые бородатые дяденьки, которые уведут от мамы. Этот вопрос сильные новости задали детским психологам. Поэтому родители обязательно почитайте этот материал. Ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. В Гомеле сносят долгострой на улице Братьев Лизюковых. Не уже известно, что появится на его месте. Об этом сообщает Белка. Долгострой простоял без движения более 30 лет. Планов на него было много. Шестиэтажный каркас должен был стать лечебно-диагностическим центром. Начатое в 92-м году строительство так и не было закончено. В 2010-м обсуждался вариант построить общежитие квартирного типа для медработников. Однако идея так и осталась нереализованной. Спустя несколько лет эксперты признали железобетонные перекрытия непригодными для дальнейшей эксплуатации. И пришли к выводу, что недострою лучше снести. И вот, наконец, на площадку заехала спецтехника. Его сносят. Заказчиком выступает УКС Гомельского обл. полкома. Всего один экскаватор успешно справляется с тем, чтобы разобрать на кусочке казавшийся нерушимым столб. Так известно, что в этом месте построят большую парковку, в которой остро нуждаются посетители областной клинической больницы и расположенной рядом поликлиники. Где в Гомеле вашего ребенка научат плавать? На нескольких пляжах Гомеля этому будут учить профессиональные инструкторы, пишет Белка. Куда же можно сходить на тренировки и кого берут учиться? На занятия приглашают детей от 6 до 16 лет. А тренироваться можно в следующих местах. Раповский пляж. Понедельник, среда и пятница с 16 до 18. Любинский пляж. Вторник и четверг с 16 до 18. Новобелецкий пляж. Понедельник, среда, пятница с 16 до 18. Каскад Озер на улице Озерной с понедельника по пятницу с 15 до 17 часов. Также уточняют, что занятия проходят только при наличии хорошей погоды. Кстати, по опыту прошлых лет спрос на такие занятия плаванием действительно есть. На Гомельщине взялись за нелегалов. В области провели операцию «Нелегал трафик». Во время ее проведения сотрудники районных отделов внутренних дел области отрабатывали места наибольшей концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Речь идет о рынках, железнодорожных и автовокзалах, гостиницах, общежитиях, квартирах и частных домах. Всего проверкой охватили 1747 адресов, временно пребывающих, временно и постоянно проживающих иностранных граждан. Всего на территории Гомельской области было выявлено 253 нарушения миграционного законодательства, из которых 226 – это нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Еще 27 нарушений касались установленного порядка осуществления трудовой деятельности. В отношении 12 человек принято решение о выдворении страны. Кроме того, возбуждено два уголовных дела. Лукашенко рассказал, когда в деревнях появится скоростной интернет, а еще подчеркнул, что пользоваться им нужно осторожно. Сегодня Александр Лукашенко посещал Могилев-Лифтмаш. Отвечая на вопросы работников предприятия, он рассказал, как скоро в сельской местности появится доступ к широкополосному интернету. Цитата. План у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Мы должны решить эту проблему. Мы от мира не отстаем. В основном мы сделаем эту работу, сказал Лукашенко. Также он отметил, что людям нужно рассказывать, как безопасно пользоваться интернетом. Еще одна цитата. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что великое дело, но и помойка хорошая, подчеркнул Лукашенко. Завтра вступает в силу обновленный закон о гражданстве. Теперь гражданство можно лишиться в случае, если вас обвинили в экстремизме и вы покинули страну, сообщает Спутник. Для лишения гражданства должен иметься в наличии вступивший в силу приговор суда. Далее, если лицо, в отношении которого вынесен приговор за экстремизм, уклоняется от ответственности и не находится на территории Беларуси, тогда и будет рассматриваться дело о лишении гражданства, сообщили в департаменте по гражданству иммиграции. Какой он гражданин страны, если он фактически уклоняется от исполнения законного суда? Подчеркнул начальник департамента по гражданству иммиграции. В Могилевском районе вспыхнула заправка. Серьезные ожоги получили два человека. Как сообщает Следственный комитет, днем 8 июля в МЧС поступило сообщение о возгорании на АГЗС. Выяснилось, что водитель на микроавтобусе привез для заправки два вытовых газовых баллона. Несмотря на то, что это запрещено, сотрудник заправки стал заправлять баллоны пропаном. Произошло возгорание. В результате оплавилась заправочная колонка и загорелся микроавтобус. Водитель и сотрудник станции, которые пытались самостоятельно справиться с огнем, получили серьезные ожоги. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров и до встречи на сильных новостях уже завтра.